Чё, мужики, давайте узнаем, как же вкратце, что у нас добавили в обнове 3.33. Так, первая это у нас работа снегауборщиков, их всё три, они все одинаковые, но только на разных метках, в разном городе, разные зарплаты. Заходим, смотрим. Устроиться, опять подходим. Как работать? Тут всё написано, тут начинаем. Тут, тут, чё за тут? Тут и там, а здесь зачем? Ммм, доступно с любого уровня, первая работа, просто надо палкой камней вот эти копать снежки и всё. Вторая работа с пятого уровня, на мелкой машинке ездить, чистить говно. На третьей, третья работа уже с 20 уровня, это сложно, сложно, сложно. Я уже до второго уровня докачался, 21 камень потаскал, почистил. И на втором уровне нам уже надо заработать 62 камня, то есть до пятого уровня достаточно долго будет качаться. Это мне прибавилось, было 20, стало 62. Плюс 40 за уровень, ну, достаточно тяжко, но попробуйте, посмотрите, может вам понравится данная работа. Можно ещё посмотреть цены, цены в каком городе, сколько платят, на какой работе. Они меняются каждый час. Тут, в принципе, и написано то, что вот сейчас зарплата в юшке. Лопаткой будет 2,242 за один этот, за одну выкопку. И, самое главное, зарплата также зависит от наличия BlackVip. BlackVip увеличивает зарплату в 2 раза. Я-то в урод ебал! Ну, нахрен я вообще випку вот с этого ивента выбрал? А ивент кончился, всё. Всё. А, ну на ивенте-то я только випку мог выбить, но никак не BlackVip. О, мусора. Ладно, давайте эту работу уже потестить, и потом зайдёте, посмотрите, понравится вам или нет. Закачайтесь до пятого. Пойдём на следующую работу посмотрим. Следующая работа, это у нас автомеханики. Им добавили новый приколяс. То, что могут в ТК бензин возить. Вот эта работа неплохая. Так, у вас нет? Понял. Надо уволиться с этого снегоуборщика. Устраиваемся. Так, начать. Сразу едем к этой заправочке. И если есть сейчас транспортные компании, которым нужен бензин, мы им довезём. Надеюсь, это будет BitBoy, который находится в городе Южном. Подъезжаем вот сюда. Пишем Job. Сразу заключаем контракт с СЗС. Пишем дальше контракт по перевозу. И вот нам нужно только... Вот... Пуктрак. Пуктракам нужно 99 литров. Блин, ну было бы 100, мы получили бы хотя бы один чекпоинт в прокачку. 100 литров это один чекпоинт. Так, всё, берём, поехали. Пуктракам довезём. Ну давай, ласточка, быстрее разворачивайся. За 99 мы так получим вообще копейки. Можно по 500 возить в КГ. Ну и тоже, там каждый, вроде, или 5, или 10 уровней. Где он? Где механика? Каждый на пятом уровне, каждый через 5 уровней, каждый будет прибавляться больше. То есть сейчас я могу максимально 500 килограмм увезти, потом... 1,000, потом 1500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500. Цена зависит только от того, сколько вы привезёте. И даётся нам за каждые 100 литров это... ...одно очко опыта. То есть, вот мы 500 этих привезем литров, получим 5 очков от этих чекпоинтов опыта. Это как починить 5 машин. Но, есть же минус. У нас это не все компании открыты. То есть, в государственные компании мы не сможем отвезти. Топливо в наличии вот везем. Давайте довезем эти 99 литров. Посмотрим, сколько нам заплатится. Подъезжаем к этой байде. Пуптрак. Также пишем слэш джоп. И вот тут четвертый пункт. Заправиться в стерну компании. Все, мы заправили. Топливо компании Пуптрак за 9000. Но деньги нам заплатили 2822 рубля. Я вот заправлял на 500. ТК-шку. Там что-то 14500 выходило. И с этого мы вроде ни одного чекпоинта не получили. Или получили. Кто-нибудь запомнил? Неважно, неважно. Короче, это вот такая вот работа. Снеговый уборщики. И вот эти вот добавили. Выбирайте, какая вам больше по душе. Возить бензинчик в транспортной компании. Или убирать снег. Потом чистить улицы с пятого уровня. И с 20 уже развозить снег. Это... Убирайте под себя на ящик. Че? Уже заснули что ли там? Время видели? 6 утра. Смотрите, что я вам забыл показать. Вот самая удобная функция, которую добавили сейчас. Это... На С нажимаешь, и тут пишет, сколько у тебя бензина сейчас находится. Это как раньше был спидометр еще летом. Писала канистра, и сколько литров у тебя осталось. Вот сейчас на С это все перенесли. Но это все пустяки. Вот это работа там. Че-то снег чистить. Че-то кататься. Песок. Чистить дороги. Я че, работяга что ли? Дворник. Мне добавили лед. Вот с этой у меня вообще крышу тенисло. Ну так вот, хлоп. Прыгаем. И пошел. В смысле, вы... Вы что? А че? Сука, козел тот, кто... Я вам клянусь. Я буквально полчаса, ну, обновление какое-то скачал. До обновления я тут катался на тачке. Я тут катался на тачке, сейчас я не могу на тачке покататься. У тебя есть тачка? Дай тачку. Короче, ладно, неважно. Вот тут на тачке можно было кататься. Первое время, как только обнову ввели. Сейчас, вот видите, пишет. Проезд на причал запрещен. Беда, беда. Вот тут дырочки какие-то есть. И приходится вот греялками вот там сидеть греется. Или кастрику берет постоянно. А они это сделали специально, чтобы люди на лодках рыбачили. Смотрите, там лед небольшой. Еще что-то перенесли. Магазин, магазин, магазин переделали. Магазин рыбака переделали. Там кричали больше всех. Магазин рыбака переделали. Сейчас посмотрим, что сделать. Прыгать, конечно, не в инкингенгуру. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть только если. Магазин рыбака вообще новый вид имеет. Так, от первого лица просто заходим. Нет, давайте вот так вот сойдем. Ой, красота. Ой, красота. Как будто вот самый настоящий магазин рыбалки. Давайте подойдем. Так, что-то, ну, может что-нибудь новое добавили? Ну, цены все те же. Да, цены все те же. Еще вот тут вот поменяли. Теперь тут мангальчик такой красивый стоит. Раньше я боссы на какая-то херня стояла. Сейчас вообще. Будка собаки. Ебать, собака, выходи. Нет, не выйдешь. У тебя хаты нет. Панкомат добавили. А, не, он был. Просто его переставили. Денег нет, но вы держитесь. Уф, уф, уф. Просто фотик бы. Дайте мне фотик сфоткать этот. Ой-ой-ой. Ну, это все. Это вообще другой. А, мазинка, я в шоке. Давайте лодки посмотрим. Ну, как обычно, цена багает. Надо перезайти. Аренда лодки. Сейчас попробуем ее заправить какую-нибудь. Новые лодки есть? А, нет. Денег не хочется тратить. Давайте моторку возьмем. Такую белую. Давай вот такую яркую. Не, давай черт. Куда мне бежать? Ебать, сто метров. Ты шо, козьё. Давай, ёпта. Черкаш, беги. Давай, прыгай, прыгай. Админы есть? Опа. Опа-па. Видите? Опа. Не прыгай, долбаёб. Забанят же, ну. Не прыгай. Ну, НРП, бани хабы. Знаешь, что такое? Воп. Э, блин. Кажется, воду немножко поменяли. Она какая-то слишком синяя. Но это не важно. Печка есть? Нет, ванны, херсти. Самое главное, это заправка тоже. Чё с заправкой, как заправляться? Эй, гандон, заправь меня. А, вон, чекпоинт красный. Огни опасно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. По чём тут цены, как на заправке? Стоять, гандон, стоять. Используйте гудок. Сначала заслушать двигатель. Бензобак полон. Ладно, давайте чуть-чуть обкатаем. Чуть-чуть осушу вот эту солярку вонючую. Готовься, сейчас буду цены говорить. Оп. Хо! Так тут цены всё то же самое, что и на заправке. Только цены, мне кажется, чуть подешевле. Ваш транспорт не поддерживает электрозарядку. Понял. Чё, бля, хотел 220 в ебать, чтоб тебя здесь переконтачило нахуй. А, чё, слишком медленно едет. Залей сотку нахуй. Всё, я залил. Вообще, заправка работает как на этом. Ну, как ты эту машину свою можешь заправить? Вот так же и тут работает. Тебе вообще нравится эта заправка, как выглядит? Ну, визуально, по-десятивальному. Чё смотришь? Ой. Как вот тебе заправка внутри? Давай, обзор внутри. Ну, внутри чё-то такое себе. Чё, бля, за текстурки-то нахуй? Лукойл, песок. А вот тут чё за стеночки такие? Вот смотри, какие-то багнутые стеночки. А, всё как... Как надо. Всё по красоте. Короче, всё. Слушай, а ты не знаешь, ещё чё-нибудь добавили? Семейное ограбление добавили. Ну, вот эти, типа, топы, фамы, да? И всё. Так, чё же там не выпустили пост? Чё говорит? Вообще хуй. Я вообще нихуя не понимаю. Народ. По поводу всего. А это кто здорово пишет? Хм-хм. Народ, всё, это был краткий обзор. Извините за... Этот... За воду. Заправка. Ну, сами понимаете, заправка ёбаная. Подъёбывает. Такая же заправка, как и везде. Не устраивает? Ой, сейчас что-то будет. Всё, давайте, мужики. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»